Доходная часть городской казны увеличится почти на 44 миллиона рублей. Сегодня об этом говорили на очередном заседании Совета народных депутатов округа. Как известно, таким составом народные избранники встречаются в этом году в последний раз. На повестке дня самым важным оказался вопрос о внесении изменений и дополнению в бюджет округа. Подробнее в сюжете. Увеличение бюджета по доходам на 43,8 миллиона рублей стало возможным за счет безвозмездных поступлений из области, уточнил начальник финансового отдела Ольга Болнова. В обрук поступила дотация на сбалансированность. Это 33,3 миллиона рублей. Поступили гранты на поддержку организации в сфере образования. 1,6 миллиона рублей. По 500 тысяч получат три наши школы гранты. Это вторая, четвертая и шестая школы. И учителя, занявшие призовые места, по 50 тысяч рублей. Это будут педагоги лицея номер один и школа номер 8. Поступят средства и на реализацию проектов победителей в сфере молодежной политики. 123 тысячи поделят между собой колледж радиоэлектронного приборостроения, МПЗ и 20-я школа. Получить субсидии из областного бюджета также планируется и на развитие детского футбола. Создание автономной некоммерческой организации Академии футбола «Муром» стало возможным. В этой Академии могли заниматься как и мальчики, так и девочки. Соответственно, развивать футбол как большой, так и мини, и футбол. Ну, а самое главное – это организация спортивной подготовки футболистов на профессиональном уровне. Мы хотим, чтобы наши дети, муромские дети, более, скажем, были профессионально подготовлены и тихонько вливались в состав футбольной команды ФК «Муром». То есть задача стоит такая, что через 5-6 лет 50-70% состава ФК «Муром» – это были наши ребята. Кроме того, фасад многоквартирного дома номер 72 по улице Ленина может украсить мемориальная доска, посвященная памяти нашего земляка Петра Кузьмича Панова. Об этом тоже говорили на заседании совета. Фронтовик Панов Петр Кузьмич долгое время возглавлял райком КПСС «Муром» – это очень авторитетный был человек в районе. Все время держал слово. Если он обещал кому-то что-то вопрос решить, он его решал. Все финансовые расходы по изготовлению и установке мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны Петру Панову возьмет на себя ремонтно-механический завод. Елена Петрова, Алексей Капотов. Новости «Муром». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова